Итак, дорогие друзья, товарищи, с вами на связи Олег Алабудвин и мы продолжаем наш тренинг по мануальному массажу, специальной подготовке к дальнейшим мануальным манипуляциям. Мы сейчас переходим к следующему сету, разминание ягодицы и поясничной зоны. Значит, дошли до глубокого разминания, размяли все здесь, да, и дополнительно с локальной зоной работаем опять сначала. Опять растерли вдоль мышц, поперек мышц, подключаем опять к этому растиранию до локтя. То есть, смотрите, сначала мы растирали ладонями, ребрами ладони, да, потом открытым ладонями, потом одна ладонь и ребро, потом одна ладонь и весь локоть ходит. Все ходят параллельно друг к другу. Показываю, вот, начинаем с крестца до самого копчика. Даже не с крестца начинаем, а вот с позвонков L1, L2, L3, L4, L5. Всю поясницу. Чем ближе к друг другу руки, тем больше передается трение. Вот тут у нас валик захватывается к большому пальцу. И вот эта рука теперь всем предплечьем работает. Поменяли предплечье. Можно, если у вас получается, можно обоями предплечьем обработать. Очень энергичное, мощное движение. Клиент сразу чувствует, как согревается, да? Растерли. После этого, вот между позвоночником и позвоночной косточкой, есть такой промежуток, где находится пучок мышц. Вот мы его можем увидеть на скелете. Вот позвоночная косточка, вот идет крестец. Вот идет маленький пучок мышц, примерно сантиметр или два сантиметра, вот они здесь изображены. Вот этот маленький пучок мышц, часто бывают ищемия, 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 когда защемляют седали, ищемия, не по причине того, что вылезла грыжа, а по причине блокировки именно вот этих вот мышц. Они укорачиваются, да, и они защемляют эти отростки. Нервные корешки, на самом деле. Вот, поэтому мы внедряемся пальцем прямо в них, и такими мелкими движениями прорабатываем именно вот эту зону, с этой стороны и с этой стороны, до самого копчика. Копчик начинается вот здесь, где уже складки пошли, двух полупопий. Вот, потом разминаем их поперечно, этих мышц, то я сначала продольно, а теперь поперечно. Если у человека там что-то сидит больное, можно прямо внедриться туда пальцем поглубже. Палец превращается как бы в молоточек. А вторая рука, ну, в смысле, в киянку, а вторая рука вот молотком у нас является. Простучали достаточно глубоко и жестко эти мышцы. Ну, опять же, предупреждаю, по самому позвоночнику, по асистным отросткам не стучите. Это болезненно, и это, в принципе, не нужно. Далее, подковообразные движения такие, вокруг каждого позвоночка. Кресец это что? Это пять срочекся позвонков. То есть мы проходим вот эти мышцы у них. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот между ними. Доходим до места крепления копчика. Тут прожимаем точку. Еще одну точку, вот он копчик сам, да. Прожимаем еще и эту точку. Продавливаем. Далее, опять, срочекся позвонков, формируют четыре нервных корешка, которые сюда выходят. Видите, да? То есть, между ними получается четыре вот таких вот ямочки, отверстия. Показываю. Подковообразно промяли их всех. Дошли до первой точки, где заканчивается крестец. Второй точке, где начинается копчик. Это, кстати, точки, отвечающие за половую сферу мужчин. Расслай, прослай пагодицы. Ну, вообще, у всех людей мужчин стимулируют пристательную железу. У женщин женские половые органы. То есть, можно поднять сексуальность. Таким образом. Иной раз бывает, пациент приезжает из дальнего путешествия и говорит, от моей девушки тебе привет. Я думаю, что такое, как и девушка. Я даже знать не знаю. Она говорит, а ты мне вот точку нажал, я и рассказал, куда ты мне нажал. Ей понравилось. Все, наш, прилетел у нас удачно, успешно. Она тебе привет передает, как массажисты. Представляете? Вот, потом находим вот эти вот точки. Вот они. Вот такие бугорки. Прощупываем внутри, да? И прожимаем вот эти точки. Их, соответственно, четыре. Раз. Два. Три. Четыре. И пятая точка, где заканчиваются. Обычно вот, особенно у девушки, хорошо видно вот эти ямочки. Это ямочки формируются вот этими костями. То есть тут мышц нету. Мышцы от них начинаются. Вот так ягодица пошла, да? А здесь, соответственно, ямочка. И вокруг этой ямочки, сверху, вот тут тоже крепятся мышцы. Квадратные мышцы. Квадратные мышцы идут до ребра. Вот она вот такая, до нижней ребра. У нее сложное строение. У нее и так, и вот волокна, и вот так, и вот так, и поперек. И вдоль, и продольный, и по диагонали. Прожимаем точки каким способом? Методом шаатсу. Шаатсу это значит, надавлю на точку, так ввинчиваемся в нее и вывинчиваемся. Ввинчиваемся внутрь, да, и вывинчиваемся. Ну, если не получается ввинчиваться, то хотя бы вибрируйте. Вот, обходим вот этот гребень по воздушно-кости. Проходимся по нему, по месту крепления ягодиц. Сам гребень заканчивается вот тут. Мужчина примерно сантиметров 5, а женщина побольше. У женщин 7-8 сантиметров бывает, а что же вот до сюда чуть ли не доходит. То есть, по месту крепления ягодичных мышц, по самому гребну и над ним. Вот, прошлись таким сотрясанием, тоже вибрация. Разворачиваем руку и обе руки превращаем в лапу леопарда. Значит, делаем шестеренки всевозможные. Пощипывание, проминание любым способом. Потом шестеренка идет по росту мышц. Вот так вот все ягодичные. Большую ягодичную, среднюю, малую ягодичную мышцу проходит. Второй проход чуть пониже. Третий проход. Вот тут видно большой версту бедренной кости. Вот он, соответственно. Мышцы растут от него к гребену по воздушно-кости. Вот так вот, да? Вот так веерно. И крепится даже вот отсюда. От двух ларков от этого начинается. И вот до сюда тоже идут. То есть ягодичная мышца, она заканчивается на самом деле не вот здесь. А вот тут вот. То есть вот до сюда еще может дойти и тоже промять. И теперь все эти мышцы, которые вот так вот идут. Ну и как струны. Другая форма руки, кулак. Очень жесткий. Большой палец прижат. Вот этими косточками. Костяшками пальцев. Ну, вокруг него. Проминаем глубоко. Глубоко. Это бывает болезненно. Особенно у женщин. Эти места часто болят. И теперь проходим вибрацией вдоль всех вот этих мышц. До крестца. Опять же фольгуруем кулак. Жестко зажимаем руку. Чтобы был жестче еще упор, с другой стороны придерживаем тело человека. То есть вот зажали между руками. Видите, жестко. Раз, прошли. Два, прошли. Три, прошли. Четыре по крестцу прошли. С крестцом может даже еще утяжеление сделать. Крестец очень жесткая кость. Особенно у женщин. Женщина вообще не бойтесь сюда жать. Прямо можно хоть сюда с ногами залезть и попрыгать на этом месте. У них очень жесткий. А если у человека в этой области протрузия, либо грыжа? Здесь нет никакой не протрузии, не грыжи. Грыжа начинается, где поясница. Если грыжа, конечно, не дали. Я сейчас только говорю про крестец. Вот, вот отсюда доходим. Самая частая грыжа бывает, ты правильно заметила, где сращиваются, переходят позвоночник в крестец, да, вот это место. Вот мы пока доходим до этого места, мы дали. Немножко, чтобы усовершенствовать движение, вот это вот вибрационное, да, можно закончить его шестеренкой. С дополнительным проминанием. Вот. А когда перешли на позвоночник уже, то наши пальцы раздвинулись, и ассистоотростки вставляются между пальцами. Либо этими, либо этими, ну, не важно, какими удобнее. Для утяжеления тоже можно второй рукой надавить. И теперь наш позвоночник закреплен, как бы, между этими пальчиками, да, и мы его растрясаем вибрацией. Ассистоотростки. О, уже прощелкали, прощелкали два раза, да, три там даже. Я сбился счета. Ну, да, прощелкали, по-моему, вот отсюда до сюда. Да, так легче, оттуда до сюда, так легче. Легче, скоро, да. Вот, поставили ротацию его позвонков на место, понимаете, вот в чем смысл мануального массажа. То есть, идет сразу в Одессе, на консенсационный аппарат, что очень уникально. Этому нигде не обучают. Только в школе Олега Аллафа Гудвина. Вернулись рукой обратно. И теперь, ну, смотрите, тут можно дополнительно еще вот хаотично кулаками вот порастягивать вот эти вот мышцы, да, ягодичные во все стороны, как тянется. Вот так вот еще идут грушевидные мышцы, перед напряжением которых как раз сдавливается дальше нерв. Сидать дальше нерв начинается вот отсюда. Это комплекс вот этих нервных окончаний и вот отсюда корешков нервных, да, идущих, они все идут, ну, там вот много. И вот тут начинается, формируется в один общий нерв, толстый такой. Толстый нерв, точной, с указательным палец примерно, даже может, с большой палец, идет вот так по всей ноге до основных пальцев. Поэтому вот эти грушевидные мышцы, можно отдельно нащупать их и продавить. Вот так вот, как я вам показывал со змейкой. Мышцы примерно, большинство мышц, они веретенообразные, то есть они вот с двух сторон закрепляются, да, а тут толстые. И это надо ее вот так вот растянуть, растянуть эту мышцу, чтобы она расслабилась. Следующую нашли, следующую растянули. Так можно покопаться и по находить очень много вот этих мышц, которые зажаты будут. Иногда эти точки очень болезненные. Здесь терпимо? Ну, здесь, да. Вот тут? Еще легче. Здесь? Вот здесь не очень. А здесь? Здесь больно. Вот. Еще один есть метод точного массажа, где вот мы нашли вот это закрепление мышцы жесткой, да, вот ей там больно, да? Мы можем на нее надавить и чуть-чуть вбок давим. Предупрежаем человеку, что будет больно, и делаем поэтому на вдохе. Вдыхаем. Терпим, расслабляемся. Отпустили. Потом я расскажу, в чем смысл этого приема. И так можно найти все места крепления, мышц, которые зажимаются дальше, и так их все прожать и проработать. Об этом установимся чуть попозже. В следующем видеоролике. А дальше мы перейдем к локтевой работе. То есть мы уже будем работать и с ягодицей, и со спиной. Будем работать локтями. Достаточно глубокое, жесткое проминание. Об этом мы как раз расскажем вам в следующем видеоролике. На самом деле многое не удается мне показать на вот этих видео, которые я снимаю обучающие, да, потому что всегда есть нюансы во время работы. Всегда люди, которые приходят ко мне на тренинг, к Олегу Аллаху Гудвину, они получают гораздо больше, потому что мы эти нюансы отрабатываем и ставим вам руки. Если вы хотите обучиться специальным техникам мануального массажа и мануальной терапии, то приходите ко мне на тренинг. Я вам всего научу. А видео выключайте. Но не забудьте перед этим поставить лайк. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...